Итак, дамы и господа, мы сейчас с нашей начальницей едем сборить бар, мы его ни разу не видели, и это новая наша работа, там надо будет на болгарском, я уже ознакомился с меню, эти блогеры, начальница сейчас будет нервничать, поэтому я выключаю, извините, ничего личного. Друзья, сегодня я работаю прямо на пляже, чтобы вы понимали, вот у нас такое заведение, моя начальница, она очень стеснительная, я отойду чуть в сторонку, она стесняется, когда я начинаю снимать, ну, собственно, вот в заведении я работаю, первый день, в принципе, все устраивается классно, и если вы будете проходить мимо, не проходите, зайдите, я обязательно вас обслужу, налью. Скорее всего, это пожар, не знаю, вряд ли так можно жарить шашлык, и огонь разгорается все больше и больше, давайте мы позумим немножко, извините за качество, но, по-моему, это какой-то крэш. Да, огонь большой. Когда пожар разгорается, как-то никто не обращает внимания, я так понимаю, там был домик. Да. Это, конечно, вызов неплохой, слушайте, она весьма неплохо натянута, кстати говоря, не знаю, смогу ли я, конечно, дойти до конца, и еще при этом снимаю видео, наверное, нет, но при этом забавно довольно-таки по ней идти. Попробуем еще раз. Но снимая видео, конечно, не очень получается. Думал, пускают дрона, но нет, это пускают на самом деле не дрона, а летающего змея, так сказать. Да, мои господа, мы находимся на пляже Болгарии солнечной, и скоро, совсем скоро мы пойдем на обед, потому что уже сейчас осталось полчаса, я почти дорисовал, но и остались детали. Продают кукурузу, бегают голые дети, которых я не буду снимать, странно, почему родители не покупают, поэтому, может, дети быстро растут, и типа, не знаю, короче, это странно очень. Ну, вы видите, какая красота, какие камни, и мы скоро с вами пойдем на обеды. Начинаются всякие пей-пети на работе, в частности, меня, меня же недавно пригласили работать в бар, и там, как бы, помимо зарплаты, еще и чаевые, и весьма неплохие, потому что буквально мы отложили вчера один столик. Ну, пару часов там побыли, и мне 10 лев накинули, ну, это, получается, 5 евро, ну, херня, конечно, но все равно приятно, это какой-то кэш, который ты можешь тратить, и так каждый день. Климатити. Наверное, какие-то, как они называются, ну, короче, вы поняли. Что хотел сказать. Другие сотрудники начинают проситься тоже в бар, потому что они понимают, что, как бы, ну, и деньги, и там, по сути, как бы, работы меньше, там больше русскоязычного персонала. Я, вот, кстати, удивился с этого, потому что сначала со мной здоровались в Болгарске, а потом, как только они слышали мой привет, да, какие-то еще дополнительные фразы, они сразу такие, о, наш человек. А, вот, поэтому, раньше я работал в подвале, теперь меня повысили до первого этажа. Так, глядишь, и доберусь до вершины мира, не знаю. Ну, порисовал немного сегодня, заметил, что, кстати, бумага на солнце темнеет, то есть она начинает становиться такой желтый, оранжевый и так далее. Еще заметил, что, когда я опубликовал видео о своих друзьях, они стали писать комментарии, и Ксения продолжила писать комментарии, и Артем мне написал комментарий. Я не понимаю людей, которые, с одной стороны, тебе говорят, что мы не, давай не будем общаться с тобой больше, как бы, и все, и, а с другой стороны, и потом говорят, что, ну, если ты соскучился, можешь написать, вот, а если не соскучился, то не пиши, не знаю, если мне человек говорит, что со мной общаться неприятно, и он не хочет со мной общаться, то я не буду это делать, я не буду с ним общаться, поэтому я не знаю, как поступить правильно, вот. Может быть, это было такое у нее настроение, с другой стороны, она могла бы сама написать, если хочет, так сказать, общаться, искать, например, ну, Игорь, у меня было такое настроение, вот, а сейчас мы продолжим общение, а так человека закрывать, как книгу прочитанную, и говорить, что да, да, я читал эту книгу, уже неинтересно, ну, не знаю, как-то мы и меняемся, все равно развиваемся, я так думаю, по крайней мере, я на это надеюсь. Ну, а я продолжаю заниматься двумя вещами, по сути, я только работаю здесь и рисую, но так как работа моя, это, по сути, ну, не сказать, что это очень сложное, а больше как отдых, причем мне еще деньги дают, конечно, небольшие, очень небольшие, в последствии с тем, что я мог бы зарабатывать, да, но ввиду последних событий, когда, например, Харли за меня заплатил 80 евро, хотя он мне знал буквально пару часов, или даже час, это, конечно, дорогого стоит. Еще подписчица меня спрашивала, почему я уехал из России, я не видел никаких перспектив для себя в Москве еще до начала конфликта, я взял, непосредственно купил билет, и уже непосредственно думал, что все, как бы, с Россией я завязал отношения, я хотел дальше куда-то в Европу чухнуть, еще куда-то, но явно не в Россию, потому что я уже побывал на то время несколько раз в Германии, я увидел, как люди живут, я понял, к чему надо стремиться, что, конечно, люди привыкают и акклиматизируются, кто-то говорит, что у них нет финансов, кто-то еще говорит какие-то вещи, что там семья и так далее, и тому подобное, но не знаю. Конечно, у каждого есть какие-то причины, чтобы не двигаться дальше, и не расти, не развиваться, кто-то думает, что только в школе он изучал науки, а потом науку изучать не надо, типа она там остановилась в развитии, знаете. Ну, это ошибочное мнение, я так считаю. Нужно развиваться, нужно стремиться всегда к чему-то большему, и если вы очень долго развиваете свои профессиональные навыки, то, естественно, уровень вашего профессионализма будет расти, что логично, поэтому я и постоянно рисую. Друзья, у меня на работе все пашут, вот, друзья, у меня на работе все пашут, просто постоянно работают, 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 например, вот. Отдыхают, просто отдыхают. Прячет лица, понимаете, лица, фейс-фейс сразу прячет. Вот и подошел мой рабочий день к концу, я пью кофе, сижу, отдыхаю возле мусорных пакетов, и здесь постоянно мухи разные и так далее. Короче, спел караоке впервые в жизни, вышел непосредственно там на баре, там есть караоке, и мне директор наша пообещала, говорит, типа, если хочешь, пожалуйста, спой песню. Вот. И я спел, вот, и мне в конце аплодируют, и так приятно вообще, просто супер. Ну и наш начальник тоже был по совместительству, он там отдыхал, за столом сидел, ну, приятно реально было, знаете, когда ты спел, и тебя аплодируют, хотя там, конечно, микрофон толком я себя не слышал, и, ну, не сказать, что. Но это опять же, там, вителю вбиваешь, там, минус, ну, минус, это вы понимаете, да, фонограмма, песню вбиваешь и начинаешь петь слова, там, иногда можешь где-то сбиться, что-то как-то читаешь, там, с телефона, ну, короче, условия не караоке-бара прям, да, но, тем не менее, вполне себе все классно пришло. Так, друзья, смотрите, просто вот мы хаваем, Боря, я не знаю, как это называть, блядь, мы выкидываем мусор, вот, то есть, вот это полный трэш, я потянул не за то, что надо было тянуть, понимаете, и взял не пакет, а как бы наоборот, только, да, а это, ну, это, я не знаю, короче, если вы кушаете, приятного аппетита, я пытался, так, мы попытаемся взять его вдвоем, как думаешь, там какая-то еще коробка, блядь, ну, это черновая, конечно, такая работа, и Боря очень долго отстаивал свои права, что это не мы должны делать, не официанты, а, как минимум, посудомойщики, ну, они ушли на работу раньше, и наш начальник сказал, блядь, я же начальник,